Друзья, всем привет! За последнее время велосипедная индустрия создала столько новых типов велосипедов, о которых даже 10 лет назад и речи не шло. Например, у нас появились электровелосипеды, как и в МТБ, так и в шоссейном направлении, а с другой стороны мы начали видеть те же гравийные велосипеды, как и на ригидные, так и на амортизационные вилках. Но порой появляются совершенно необычные типы велосипедов, которые по-настоящему начинают ломать мозг. И сегодня мы как раз-таки глазами посмотрим на такой велосипед, руками пощупаем такой велосипед от отечественного бренда под названием MaxiSchool. Речь идет про взросло-детский алюминиевый складник на 14-х колесах, и эта моделька называется S007. Детско-взрослый алюминиевый складник. Звучит как небольшой бред, вам не кажется? И когда я впервые увидел этот самый велосипед, я подумал, что это, мол, такое, что за винегрет намешан в одном велосипеде? Но у меня, слава богу, еще сохранилось хоть какое-то критическое мышление, и я начал довольно-таки подробно изучать эту модельку на сайте, и понял, что нужно ехать непосредственно и смотреть своими глазами на этот велосипед. И давайте начнем пальпировать этот самый велосипед. И он построен на хорошей, качественной алюминиевой раме со складным механизмом, а-ля, как это бывает у тех же велосипедов Schultz. Я на самом деле уже думаю, что практически весь велосипедный рынок знаком с этим самым механизмом фиксации этой рамы, поэтому я особо не буду на этом останавливаться. Это крутой и надежный элемент. Руль у нас складывается в двух местах, а именно посередине, непосредственно в вертикальной штанге, а также в самом основании этого руля. И как типичный хороший складник, с помощью простых манипуляций буквально за одну минуту, становится в маленькую такую железную субстанцию. Но что отличает этот складной велосипед от всех других, которые существуют на рынке? И наблюдательные зрители, я думаю, уже заметили один элемент, который прям сильно выбивается из всех остальных. Да, я, конечно же, говорю о красивых верхних перьях, которые, ну, скажем так, оригинально сделаны. Ладно, шучу. Речь, конечно же, идет про боковые колесики стабилизации, которые обычно используются в детских велосипедах. Ну и вот, давайте начнем тот самый период нашего сегодняшнего рассказа, когда ваше сознание будет переворачиваться. Итак, колесики стабилизации. Это понятная история, когда мы говорим про детские велосипеды вот для самых-самых-самых начинающих велосипедистов. Дело в том, что велосипед идет на 14-х колесах. То есть это, по факту, самые маленькие колеса, которые лишь существуют на рынке, потому что даже уже современный детский формат начинается от размера 16 дюймов. Поэтому одним из ключевых пользователей этого самого велосипеда предполагается, конечно же, ребенок, который только лишь начинает кататься. Этот велосипед имеет настройки по высоте как и руля, так и подсидельного штыря. И вообще он рекомендуется на рост от 115 сантиметров. Ну и как это очень часто и бывает, дети очень быстро учатся кататься на велосипеде, что в какой-то момент эти колесики начинают просто мешать и не пригождаться. Тогда включается еще одна грандиозная фишка этого самого велосипеда. Это тот факт, что колесики у нас боковые складные. То есть, да, друзья, вы простым оттягивающим движением берете и складываете колесики. Это надежное крепление и они вовсе вам не будут мешаться при езде. Конечно же, сложенные колесики выполняют не только функцию не мешать вам при езде, но также позволяют хорошо складывать этот велосипед, потому что если колесики разложены, то вы просто его не сложите пополам. И надо еще отметить, что даже со сложенными колесиками все же велосипед не совсем до конца складывается, хотя, может быть, это я какой-то криворукий. И что же мы с вами получаем? Что этот велосипед можно использовать как и начинающему ребенку-велосипедисту, так и более прогрессивному ребенку, который уже давно катается на велосипеде. А что если я вам, друзья, скажу, что этот велосипед можно также использовать и взрослому человеку? Дело в том, что настройки по высоте выноса и руля позволяют настроить этот велосипед так, что довольно-таки комфортно будет использовать велосипед человеку с ростом 170 сантиметров. То есть в большинстве случаев это, конечно же, женщины, но также и мужчины частенько встречаются примерно с таким же ростом. То есть что же у нас с вами получается? Что на этом велосипеде могут кататься уже три члена семьи, а именно самый младший ребенок, ребенок постарше, а также мать этих самых детей. Но на этом еще не все, потому что шокирующий функционал этого самого велосипеда еще не заканчивается. Что если я вам скажу, что на этом велосипеде можно кататься вдвоем, одновременно? Да-да, друзья, вот эти самые боковые колесики стабилизации имеют не только складной механизм, а также дополнительные, скажем так, элементы жесткости. И эти самые усиления позволяют вставать на эти самые колесики, ну, точнее, на поперечины этих самых колесиков и спокойно передвигаться в качестве пассажира. То есть как это выглядит? Водитель-велосипедист садится за руль велосипеда, как это обычно бывает, опуская свою пятую точку на седло. Сзади пассажир встает ногами на эти самые поперечины и держится за этого самого водителя, и они вместе спокойно перемещаются. То есть это довольно-таки похожая схема, как у нас с вами было в детстве, когда мы катались стоя на багажнике. Причем не только эти самые боковые колесики, но также и рамы, и колеса имеют дополнительное усиление для того, чтобы можно было нагрузить велосипед до 140 килограмм суммарно. То есть даже посадив на этот самый велосипед две женщины с где-то средним весом 70 килограмм, мы как раз-таки и получаем примерно результат максимальной нагрузки. И да, друзья, первые впечатления, которые вы получили от моего рассказа, могут быть немножко смешанными, но я вас уверяю, когда вы немножко, скажем так, переварите эту самую информацию, велосипед начнет вам вдруг казаться интересным. Совсем новым бывает примерно такая же история, что-то появляется новое, вы сначала думаете об этом критично, а потом привыкаете и становится даже интересно. Но все, что мы только что говорили о велосипеде, конечно же, касается основных несущих элементов. А теперь давайте непосредственно перейдем к начинке и поговорим про комплектации и комплектующие. Велосипед S007 существует в двух комплектациях, а именно стандарт и более крутая под названием PRO. Я начну именно с комплектации PRO, потому что я думаю, что для зрителей нашего канала такой велосипед будет более актуальным. Такая комплектация имеет односкоростную систему, где спереди у нас звезда на 40 зубчиков, а сзади на 16. Ну, то есть это такая стандартная городская компоновка. Втулки у нас, конечно же, идут алюминиевые. На промышленных подшипниках, когда двойные алюминиевые обода экипированы покрышками от Chao Yang шириной 1,75 дюйма. Тормоза у нас, безусловно, ободные, потому что, ну, в первую очередь, на 14-е колеса дисковые тормоза вы просто не поставите, но при всем при этом здесь важно сохранить минимальный вес велосипеда. Поэтому эта самая комплектация имеет также и все компоненты из алюминия, включая руль, подсидел и так далее, чтобы значение веса было меньше, внимание, 8 килограмм. И да, друзья, это, на самом деле, очень крутое значение среди всех складников на рынке, даже если мы рассматриваем этот велосипед как детский. То есть хороший детский велосипед такой размерности весит, ну, около 7 килограмм. Версия стандарт – это все то же самое, когда мы говорим про раму, но вот комплектующие здесь несколько упрощены. То есть здесь и система, и вилка, и втулочки колес у нас идут из стали, и втулки колес еще идут на насыпных подшипниках. И эти комплектующие, конечно же, влияют на конечный вес велосипеда, который составляет 9,6 килограмм, что на 1 килограмм 700 грамм тяжелее, чем та же версия Pro. Да и цены на эти два велосипеда тоже нехило разнятся друг от друга. То есть Pro-версия, более дорогая, стоит 49 тысяч рублей, когда стандарт-версия стоит 34 тысячи рублей. То есть Delta между этими двумя велосипедами составляет 15 тысяч рублей. Ну а много это или мало, давайте мы с вами разберемся на конкретных экономических примерах. Наиболее вероятным сценарием использования этого велосипеда будет купить его для одного ребенка в семье, чтобы он откатал не 2 года, как на обычном детском велосипеде, а несколько сезонов, то есть 5-6 лет. При таком сценарии вы бы уже поменяли 2 детских велосипеда за этот период времени против одного складного велосипеда Maxis Q S007 Pro. Но по правде сказать, по цене это было бы примерно одно и то же, потому что вы бы продали детский велосипед на Авито, купили бы новый и так далее. То есть по цене примерно равнозначная история. Но при этом Maxis Q все же складник, не забывайте про это, то есть он будет довольно компактно располагаться в вашем доме или в вашем подъезде. Второй сценарий это купить этот сам велосипед для двоих детей, потому что все же дети, несмотря на то, что они часто тусят вместе и так далее, могут иметь разный режим катания на велосипеде. В данном случае экономика примерно такая же, как и в первом случае, то есть за стоимость одного велосипеда Maxis Q Pro вы можете купить два детских велосипеда, то есть по деньгам примерно равнозначное предложение. А вот третий сценарий очень даже экономически интересный, потому что вы можете купить этот самый велосипед как и для ребенка, так и для жены. Причем многие девушки при всем уважении катаются достаточно редко, в отличие от того же ребенка, который будет использовать подобный велосипед хвост и в гриву. Да и давайте посмотрим на рынок женских велосипедов. Он всегда безумно переоценен. Все женские специализированные велосипеды стоят гораздо дороже мужских, примерно на 20%. Да и хранить большой женский велосипед это тоже задачка не из простых, поэтому в этом случае вы реально убиваете не только зайца с точки зрения хранения, но и вы экономите существенный бюджет вашей семьи. Поэтому мне и нравится вот этот самый третий сценарий покупки этого велосипеда, потому что тут ну просто все складывается в одну единую картинку. Причем это еще раз касается все в большей степени про версии, потому что ну скажем так стандарт версии она немножко тяжеловата, когда мы говорим про детское использование. Все же детские велосипеды, которые весят около 10 килограмм, это уже моветон. Да, мы в детстве, я например катался и на более тяжелых велосипедах, но все равно современная эволюция велосипедной индустрии позволяет детям использовать качественные легкие велосипеды. Поэтому друзья ссылку на велосипед Максиску S007 Pro я оставляю по подсказке, а также в самом верху в описании к этому ролику. Если хотите, переходите и изучайте. Причем велосипеды и в этой, и в стандарт комплектации бывают абсолютно разных покрасок, то есть это голубой, розовый, бронзовый, синий и так далее, огромная палитра цветов. И кстати, кому 14 колеса покажутся маленькими, у Максиску есть также и моделька, которая называется S009. Это по сути все то же самое, что и комплектация стандарт S007, только на 16 или на 20 колесах. И да, такой велосипед уже не имеет боковых колесиков стабилизации. Его можно рекомендовать таким семьям, где ребенок подрос и уже достаточно стабильно катается. Да и на самом деле взрослым будет повеселее кататься на таком велосипеде, потому что скорость будет очевидно выше, 14 колеса не дают такой оборачиваемости колес. Ну и друзья, вы пишите обязательно в комментариях, как вам этот самый взрослый детский складник от компании Максиску, потому что я считаю, что это смелое и крутое решение на всем велосипедном рынке России. Причем вариативность этого велосипеда, ну, реально поражает. То есть все сценарии, которые я описал выше, они вполне себе реальны и пригодны для использования. Мне будет особо интересно услышать опыт тех людей, у кого этот велосипед будет использоваться как минимум двумя людьми в семье. То есть это либо два ребенка, либо жена и ребенок. Ну, то есть какой-то один из двух сценариев. Подписывайтесь обязательно на канал, мы и дальше будем находить какие-то интересные велосипеды на российском рынке. Не пропустите следующие ролики. Ну, а с вами был Спортрупор и всем пока!